всем привет вы снова на канале аида москва сегодня у нас 15 января до января а мне тут недавно короче в комментариях к моим прошлом видео написали что якобы я перепутала месяц я говорила декабрь все никак не привыкну что на дворе уже январь вот а сегодня 15 января у нас на улице минус 14 градусов мы сегодня опять заказали короче доставку из пятерочки обычно к нам приходил курьер молодой здоровый сильный парень он там буквально приходил к нам домой буквально там чуть ли не с ноги открывал дверь закидывал продукты и уходил а тут я сегодня короче заказала продукты в пятерочке вот и это ну и короче нам обычно пишут сначала сбор продуктов потом пишут курьер принял заказ и курьер в пути а тут получается было написано продукты ждут доставку вот или продукты ждут курьеры что такое вот и короче мы сдали ждали ждали пришел какой-то дядечка который еле-еле-еле залез на второй этаж он очень плохо ходит и ему где-то по виду лет пятьдесят наверно вот я очень удивилась что такой пожилой но не пожилой но не пожилой лет это конечно не пожилой я имела ввиду что такое не совсем скажем так здоровый человек работает курьером мне кажется это очень тяжело вот но слава богу все принесли и вроде бы по срокам даже все хорошо мы купили молоко мы купили кофе и мы купили кое-что сейчас я вам все покажу мы купили вот такие вот куриные ножки я даже не посмотрела до какого они числа вот такие вот куриные голени до 18 января также мы купили вот такие вот наконец-то наггетсы именно сливушки из печи именно филе индейки нам это очень нравится правда они дорогие вот такая вот упаковка стоит 200 рублей также мы купили вот такое вот масло ирбитское мы купили вот такое масло сливочное это наша местная фирма дело в том что сашка очень любит кушать по утрам гречку и я ему делаю гречку со сливочным маслом также мы купили вот такую вот ветчину вот такая вот ветчина вязанка мы уже не первый раз ее берем кстати в пятерке сейчас очень хорошая акция на эту колбаску вот так же мы купили вот такую пиццу правда нам потом сашкина сестра наташа сказал что зачем вы купили замороженную пиццу лучше бы заказали обычную готовую пиццу горячую но мы решили поэкспериментировать и взяли вот такую вот пиццу папирони но готовить мы сегодня будем не эту пиццу а вот эту пиццу пицца называется рестурия я у этой фирмы брала пельмени я у этой фирмы брала эти мясо много раз вот фарш брала в принципе фирма неплохая вот так вот выглядит пицца наша короче нужно снять с неё вот эту всю упаковку тут в составе значит есть сыр колбаса ветчина только я вот не пойму что вот это вот сладкий перец что в общем короче потом приготовим ее можно готовить двумя способами ее можно готовить в духовке ее можно готовить в микроволновке вот такой вот состав если кому то интересно можете нажать стоп кадр вот как ее готовить вот написано пиццу полностью освободить от пленки разморозить при температуре 18 градусов далее выпекать в духовке в течение 80 минут вот как так я ее пока положила на разморозку пускай она размораживается у нас квартире где-то примерно больше 20 градусов я думаю она должна это прийти в себя но на ощупь она не похожа на особо заморожено написано что готовность пицца нужно определять по состоянию сыра как только вот тут все готовое в принципе мне даже кажется что тесто наверное даже полу готовое так что как я ее буду готовить в микроволновке если что обычно я на камеру не показываю как я пробую ту еду которую я приготовил как-то не принято у меня это на моем канале и вот сегодня я решила сделать короче для вас исключение и решила вам показать как я пробую эту пиццу но мне кажется что все таки эту пиццу надо было все таки делать в духовке потому что она очень такая видите она размокла за счет того что тут и помидоры и все на свете она немножко как сказать она размокла сегодня приезжала скина сестра на дальше ее зовут забрала привезла нам кое-какие таблетки вот и еще она забрала вот этот тот цветочек который у нас висел на стенке он у нас сюда приуныл приуныл дело в том что когда не стало сашкиной мамы очень много цветов перешло к нам скажем так я сразу сказала что я не садовод поэтому так получилось что очень много цветков у нас погибло скорее всего нужно было сразу отдать все цветы его сестре потому что она как-то больше этим занимается больше любит а я вообще не садовод я вообще не люблю вот эту цветочную тему ладно давайте меньше полтавни давайте пробовать вот тут кусок сыра ну обычно обычно я такая вот химодная полу готовая пицца ну 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 я бы не сказала что она прям такая вау вкусная но в принципе кушать можно одно время что-то похожее я брала в магазине перекресток была похожа пицца ну ну она такая ммм чувствуется что что из концентрата что много химии усилителей вкуса ммм не знаю чисто вот так вот перекусить я бы сказала ммм тесто не очень пропеченное хотя я делала все по инструкции я там было написано 5 минут в микроволновке я делала 6 минут в микроволновке ммм на тройку честно не очень пицца ладно буду есть тесто я Продолжение следует...